Многократный чемпион турниров по джоу-джитсу и боям без правил, Олег Токтаров с 1997 года принимает участие в голливудских проектах. Пройдя путь от эпизодических ролей до плохих русских в «15 минутах славы и сокровищах нации», он отказался от съемок у Стивена Спилберга в «Индиане Джонсе и королевстве хрустального черепа». В итоге эту роль сыграл Игорь Жижикин. Однако он согласился сыграть русского спецназовца в фильме Роберта Родригеса и Нимра Дантала «Хищники». Каково это – сниматься в продолжении культового фильма и какова судьба русского актера в Голливуде? Обо всем этом Денис Данилов узнал у Олега Токтарова. Русский актер в большом голливудском блокбастере – это не новость, но на моей памяти впервые русский актер получает очень большую заметную роль и при этом играет положительного персонажа. Как, собственно, состоялось ваше участие в этой картине? Как вы туда попали? Насчет положительного персонажа – сразу скажу, что это не моя заслуга, это заслуга Родригеса. Он все равно вещи немножко смотрит под другим углом. Он в любом случае был «борец», скажем, в кавычках, за права мексиканского народа, потому что мексиканцы в Америке – это такой обслуживающий персонал. И отсюда, наверное, отношение к русским, соответственно, гораздо лучше. Ну и плюс сочетание со сценаристом Алекс Литвак, Александр Литваков, который вырос на героическом советском кино. Вот, наверное, и привело к тому, что получилась такая роль. Когда мне позвонили, сказали, что тебя отобрали, я, честно говоря, не удивился. Но то, что меня отберут именно первым из всего фильма, вот этому я удивился. Все произошло, как говорил об этом, скажем, Лао Цзи. То есть, когда ты за чем-то бежишь, оно от тебя убегает. Когда ты от чего-то уходишь, оно за тобой бежит. То есть, в данном случае я в тот момент просто поставил крест на американском кинематографе. На пробу меня пинками, можно сказать, затащил Игорь Жижикин. Я не знаю, почему это сделал. Он сам, наверное, до сих пор понять не может. Я точно помню, что сделал очень хорошо, но совсем не хотел играть в фильме про хищников. Меня ассоциировали с хищниками, как хищники против Чужого или что-то такое. То есть, не мое совершенно кино. По фильму, по сценарию проговаривается фраза, что не просто так эти все люди оказались на этой планете. То есть, хищники, они выбрали лучших, самых опасных противников, с которыми бы им сражаться. Как вы считаете, вашего героя Николая за какие заслуги, собственно, туда вот депортировали? Ну, то, что на Северном Кавказе идет с 1994 года непрерывная война, то есть, она просто перемещается из региона в регион, но, по идее, она никогда не прекращалась. Это известно на Западе всем. И, наверное, это было причиной того, что мой герой из Северного Кавказа был выбран хищниками на эту планету. Вообще, в названии хищники есть определенный стек. То есть, хищники вроде хищники на планете хищников, а вроде и люди хищники. То есть, мы, по большому счету, хищники на планете Земля. Может быть, единственное отличие моего героя, он отражает все лучшее, что было в Советском Союзе. У него черты коллективизма видны практически с первой секунды. Если все остальные пытаются выживать в одиночку, в частности, мы в фильме видим перемену с главным героем. Он индивидуал, он привык выживать один, ему наплевать, что с другими, абсолютно без сострадания к другим. То есть, чисто американский герой. Я выживаю один. К концу фильма он меняется и становится более советоподобным. А мой герой с первых мгновений и до последних остается коллективным бойцом, человеком, для которого другие люди, не то что не последние, иногда выше его самого идут. Отсюда можно понять, что это, конечно, советский персонаж, не российский даже. Именно героический персонаж из нашего славного прошлого. А вот Ксаки Антало, он же сам по себе это венгр, да? Как вот он был на площадке? Я просто слышал, Родригес рассказывал, да, что он вроде такой мужик-то тихий, но на площадке постоянно орал. Антало не орал, Антало, Антало, он поддерживал всех. Он говорил всем, как это все здорово, как это все превосходно. И он очень такой эмоциональный. Когда что-то получалось, он мог въезжать просто вокруг тебя часами. Я помню, что я оглох, по-моему, на правое ухо, когда он мне позвонил, когда он сделал первый монтаж, еще без компьютерной графики. Он мне как позвонил, он как, Олег, ты не представляешь, какой фильм. Ты не представляешь, как ты там выглядишь. И вот этот, сыграть вот человек через испуг. Все равно, ну, то есть, это значит, то, что, собственно говоря, он меня заставлял делать, он ставит друг мне в заслугу. То есть, я-то не знал, какие там будут эти чудовища. То есть, там все равно ты играешь, ты не знаешь, что там будет. То есть, мне говорят, добавь. Я говорю, ну, я добавляю. Субтитры сделал DimaTorzok